Петрушка Волшебный ларец открывается, и кто ж это вам улыбается? Потешный Буратино, надежный Чиполино, Емеля тут как тот. По щучьему веленью, по моему хотенью, ребята сказку ждут. Пам-пам, крен-пам, крен-пам-пам, пап-па-па. Волшебный ларец открывается, и сказка для вас начинается. Был это давным-давно. Жил на свете бедный юноша. Совсем сапоги прохудились. Дыра на дыре. Так и зовут меня Антонио Дырявые Сапоги. Трудно жить бедняку на свете. В нашей деревне за меня и сухого каштана не дают. Пойду свое счастье искать. Глядишь, и для меня настанут радостные дни. Отправился он искать свое счастье. И чтобы было в дороге веселее, пел он песню. В печали проку нет, друзья, нам слезы не срубит. И вешать голову нельзя, хоть в дырах сапоги. Антонио, Антонио, ты песню напевай. Антонио, Антонио, иди, не унывай. Антонио, Антонио, ты песню напевай. Антонио, Антонио, иди, не унывай. Антонио, Антонио, иди, не унывай. Антонио, Антонио, ты песню напевай. Антонио, Антонио, иди, не унывай. Шел он, шел, и повстречалась ему старушка. Ой, тяжела вода в ведре. Будто здесь все мои годы. Я иду спотыкаюсь, вода из ведра выливается. Пока до дома дойдешь, и нет воды в ведре, пусто в ведру. Нехорошо старому человеку тяжелые ведра таскать. Что ж, тебе некому помочь, бабушка? Некому, сынок, некому. Никому дела до меня нет. Всем нужно по своим делам спешить, некогда старухе услужить. Вот и ты, я вижу, торопишься. Ну как мимо пройти и не помочь? Давай донесу. Нечем мне тебе заплатить, сынок. Не трать время зря. Ну что ты, бабушка, чего стоит такая безделица? Доброе дело, самому радость. Как ты сказал? Самому радость? Доброе у тебя сердце, сынок. Спасибо тебе за воду. На здоровье, бабушка. Ну прощай, а мне идти пора. Куда ж ты путь держишь, Антонио, если не секрет? Мне скрывать нечего. Не знаю, куда иду, не веду и чего найду. Счастье свое ищу. А где оно, кто знает? Нелёгкий тебе путь предстоит. Неровный, не короткий. Ничего. Дырявые сапоги да ноги молодые. Дойду во что бы то ни стало. Погоди. Погоди, сынок. Хочется и мне тебе услужить, в твоём деле помочь. Держи-ка колечко. Неказистое на вид, но ты его не теряй. С руки не снимай. Один раз повернёшь, двух друзей найдёшь. А после каждый раз, что захочешь. Прощай, Антонио. Всего тебе хорошего. Оставайся всегда такой, каким мне повстречался. Не знаю, чем и отблагодарить тебя, бабушка, за твой подарок. Вот чудеса. Ни ветра, ни старушки, как будто их и не было. Одно кольцо осталось. Что она тут говорила? Может, попробовать? Чудеса да и только. Откуда вы появились? Кто вы такие? Музыка. 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 Хозяин? Да, располагайте нами, хозяин. Ну что ж, тогда отправляемся немедленно в путь. А, Катарина, не кажется ли тебе, что наш хозяин не совсем готов к путешествию? Марчелло прав. Вы отправляетесь на поиски счастья и, может оказаться, повстречаете принцессу. Прекрасную принцессу, а эти рваные сапоги... Они вам не к лицу. Эта принцесса, это сразу... Нет, нет. Позвольте нам позаботиться о вас. Правильно. Поверните кольцо. А уж мы знаем, что пожелать. Если вам так хочется, почему же не повернуть? Ну вот, совсем другое дело. Новые сапоги. Вот это да. И плащ какой. Я такого и в руках-то не держал. Ну, плащ немного ярковат. Вечно ты переборщишь, Катарина. Не вмешивайтесь, Марчелло, где вас не спрашивают. Повернитесь, хозяин, туда-сюда. Так, 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 так. Сердце любой принцессы не выдержит. В этом наряде я не знаю, как иступить, не знаю, куда руки девать. Шмелее, это пройдет. Выше голову, хозяин. Теперь можно и в путь. В путь. Я кошка, катарина, китра, кула не царанья. Я рот, не доверяйте смена, Не пса, верни меня в воду. Ла, 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 ла. Втроем смелей, Антонио, Втроем не пропадем. Втроем смелей, Антонио, Что ищем, то найдем. Ой, бедные, бедные мои красавцы, любимые мои цветочки, вас же совсем уморила, уморила эта несчастная негодница, лентяйка, принцесса, вы всё ещё спите, марш сюда, марш сюда, полюбуйтесь, полюбуйтесь, что вы натворили, а? Что случилось, тётя? И она ещё спрашивает, и она ещё спрашивает, нет, вы хотите, чтобы я умерла, я так будет, так и будет, я зачахну, зачахну, как вот эти самые несчастные, бедные, несчастные мои цветочки. Я разве не говорила вам, чтобы вы поливали их много-много раз в день? Отвечайте, отвечайте, своей единственной тёте, своей единственной тёте, которая заменила вам всех родных. Я поливала их сто раз в день, я же не виновата, что они такие прожорливые. Обманщица! У меня все руки в мозолях, всё таскаю и таскаю в воду. Обманщица! Ни капли сострадания к бедным цветочкам, а им хочется хоть глоточек, хоть глоточек воды. Марш! Немедленно за работу! Я даже не успела позавтракать. Ещё минуту промедления, не начнёшь поливать цветы, я тебя тут же посажу в темницу. На воду и хлеб! Ах, вы злые, прожорливые уродцы, такие же ядовитые, как их хозяйка. От их отвратительного запаха так и кружится голова. Никто, никто на свете не знает обо мне, Никто, никто на свете не скачет на коне. Никто, никто на свете к ногам не упадет, Единственной на свете меня не назовёт. Плем-пам, плем-пам, бежит вода, А слёд рожжёт из глаз. Плем-пам, плем-пам, такая лета, Когда не любят вас. Никто, никто на свете не вспомнит обо мне, Никто, никто на свете не плачет при луне. Никто, никто на свете не плачет при луне. Плем-пам, плем-пам, бежит вода, А слёд рожжёт из глаз. Плем-пам, плем-пам, какая лета, Плем-пам, плем-пам, бежит вода, Когда не любят вас. Не потерял ли ты кольцо, хозяин? Нет слов. Превосходно. Глупее не придумаешь. Какой ты грубый, Марчелло. Прекрасная принцесса. Меня зовут Катарина. Это мой друг. Марчелло, к вашим услугам. А нашего хозяина зовут Антонио. Антонио? Теперь ваша очередь. Скажите что-нибудь. Что я могу сказать? Кольцо-то, друзья, я сохранил, А вот сердце, кажется, потерял. Не пригожите ли поискать его на дороге? Тебе хорошо смеяться. А что бы ты делал на его месте? Я? Я предложил бы руку и кости. Это сердце. Но принцесса так хороша собой. Она не захочет со мной говорить. Вы думаете? А мне кажется, стоит попытаться. Прекрасная принцесса. Наш хозяин не находит слов, так трудно описать вашу красоту. Ваш хозяин слишком добр ко мне, Катарина. Нет, не слишком. Вы такая... Такая... Ну, смелее. Такая... Ну, три раза уже сказал. Такая, такая... Ну, придётся, наверное, сказать, какая я принцесса. Необыкновенная. Не мешай. Что вы, Антонио. Мне никто никогда не говорил таких слов. Как это мило. Они влюбились с первого взгляда. Ага. Ничего. Принюхается... Это... Присмотрится и всё пройдёт. Ты с кем болтаешь? Так и знала. Купшин пустой. Цветы сейчас залянут. Марш за водой. А это кто такие? Вы что тут делаете? Убирайтесь отсюда. По добру поздорова. Меня зовут Катарина. Ой, кошка. Да, из Турина. А меня зовут Марчелло. Ой... Из Милана. Терпеть не могу кошек. Ненавижу собак. Убирайтесь, убирайтесь от моих ворот. Ну... Несчастная принцесса. Пошли, друзья. Здесь нам делать нечего. И не смейте, не смейте сюда возвращаться. Не грусти, хозяин. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Только не на голодный желудок. Я должен увидеть принцессу во что бы то ни стало. Марчелло, ты такой умный. У тебя наверняка уже что-то есть на уме. Ну, надо сначала всё хорошенько обдумать. Но прежде всего надо построить замок. Окна в окна с домом противной стороны. Замечательно. Тогда, выглянув в окно, вы увидите свою принцессу. Здорово придумано. Так мы и сделаем. Да, хозяин. Только заказывайте замок и обед из трёх блюд сразу. Ну что ж, решено. Замок и обед. Замок и обед. Ха-ха-ха. Не дурно. А это дворец. И обед ждёт на столе. В этот вечер звёзды зажглись рано и светили ярко, будто ждали чего-то необыкновенного. Вот её окно. Наверное, она заснула. Кто же спит в такую ночь? А это легко проверить. Здесь стены двух замков вплотную подходят друг к другу. Ну, тогда бы пришлось идти по крышам построек. Это очень интересно и совсем не опасно. Катерина, не так быстро. Я всё-таки не кошка. Какой ты трусишка морчал. Ну, держись крепче. Спасибо, Катерина. Настоящий друг. Ну, вот мы и пришли. Давайте подъём к принцессе песню. Только тихо, чтобы не разбудить хозяйку. Ворота заснули, ступени все спят. Усталые за день они не скрипят. Напала дремонта на всех сторожей. И даже в подвале не слышно мышей. И только принцесса одна не спала. Чего-то она у балкона ждала. У ночи волшебной чудесный наряд. Площей её звёзды сверкает. Площей её звёзды, сверкая коряк. Площей её звёздим. Тихо, которые они умерли. На всю ночь. Недаром принцесса в ночь не спала. Кто же это? Ступайте сюда, не бойтесь. Принцесса. Антонио. Я никогда не был так счастлив, как в эту ночь. И мне она тоже кажется необыкновенной. Страшно подумать, как они ещё могут разговаривать на такой высоте. Сознайтесь, Марчелло, вы ворчите по привычке. Кто? Кто тут шумит? Привидение. Прочь. Воры, воры, стража, стража, держите их. Воры. Принцесса, принцесса, остановитесь. Принцесса неблагодарное создание. Что за замок? Кто позволил? Я догоню вас. Простите, я вас могу разорвать клочья. Вот тебе, вот тебе. Что с ней? Неужели разбила? Да нет, упала в бочку с водой. Такой злюки всё нипочём. Бежим, бежим. Ой, чуть не умерла со страху. Ну, подождите. Ну, подождите, я вас догоню. Я отомщу вам жестоко. Что же нам делать, Антонио? Не бойтесь, принцесса. Я никому не дам вас в обиду. Ну, вы же не знаете, какая она злая и жестокая. Хозяин в дверь стучит разина и требует впустить её. Скажите ей, что я люблю принцессу и никому её не отдам. Антонио, это правда. Принцесса, и вы ещё сомневаетесь. Побегу, порадую вашу тётеньку. А вы что мне ответите, принцесса? Что я только сегодня почувствовала себя настоящей принцессой. Вот я и нашёл своё счастье. Лишь ты, лишь ты на свете Твержу я, как по сне. Лишь ты, лишь ты на свете Всего дороже мне. Никто другой на свете Я знаю, как вперёд. Единственной на свете Меня на минуту льёт. Никто другой на свете Я знаю, как вперёд. Единственной на свете Меня не назовёт. Простите. Но Розина просила передать, что она смирилась с тем, что произошло и хочет поздравить принцессу. Если так, зовите её. Моя дорогая, моя дорогая племянница, я так рада твоему счастью. Антонио мне сразу понравился. Такой милый, хороший молодой человек. И зверюшки очаровательные. Купание пошло на пользу. Трудно поверить. Я сорвала самые свои любимые, самые прекрасные цветы. Но прежде чем поздравить вас, я хотела бы поговорить с принцессой с глазу на глаз. Хорошо, тётя. Она замышляет недоброе. Нет, её цветов пахнет злобой. Хорошо, тётя. Оставьте нас. Если что, мы будем рядом. Пойдёмте, друзья. Я должна тебя предупредить. Здесь пахнет колдовством. Самым страшным колдовством, которое только можно себе представить. Я вам не верю. Вот ты спроси. Спроси у него, откуда появился замок. Вот позови его сейчас и спроси. Хорошо, я спрошу. Но я уверена, Антонио хороший и честный человек. А я спрячусь и узнаю, в чём дело. Скажи, Антонио, откуда взялся твой замок? Старушка подарила мне кольцо. Стоит его повернуть. Вот видишь, тётя. Где же она? Где же она? Что случилось? Ах! Вот она! Спряталась! Я теперь знаю, знаю твой секрет. А ну-ка, поюхайте в эти точки. О, поюхайте в свои платья мои. Пусть, пусть поспят в своём замке. А колечко пригодится и мне. А тебя, моя дорогая, ждёт темница. Сейчас я поверну кольцо, и замок исчезнет. Остановись! Ты исчезнет! А-а-а! 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 Хозяин, проснись, хозяин, Катарина, проснись, проснись, надо разбудить хозяина. Ай, не могу прийти в себя. Ядовитый запах всё ещё действует на меня. Хозяин, очнитесь, он меня не слышит, Катарина. А-а-а! Какое несчастье, Розина погубила его. Ты встань ты, хныкать! Очнитесь! Сердце у него стучит. Очнитесь, хозяин! Хозяин! Кто это? Это мы. Верные мои друзья. Я Катарина. Вы меня узнаёте? Розина чуть не погубила нас всех. А где принцесса? Я должен немедленно спаси её. Помогите мне встать. Пишите, вы ещё очень слабы. Марчелло, принеси воды. Хорошо. Нет, нельзя терять ни минуту. Нужно пробраться немедленно в замок Розины и вызволить принцессу. Ну, не так-то легко теперь сделать, пробраться в замок. Кольцову Розины мы теперь можем рассчитывать только на собственные силы. Ничего. Мы сумеем перехитрить Розину. Спасибо, друзья. Вместе мы сможем одолеть любого злодея. Я должен пробраться в замок и спасти принцессу. Уйдёмте. Уйдёмте. Мрачный замок спал. Зловещая тишина притаилась в его подземельях. Катарина нашла лазейку и шла впереди, разведывая дорогу. Антонио нёс зажжённый огарок свечи, а Марчелло чутко прислушивался к каждому шороху. Я чувствую, что принцесса где-то, где-то совсем близко. Я слышу, чьи-то шаги. Сбережьтесь в этой нише. Да. Это Розина. Она сама приведёт нас к принцессе. Всю ночь мерещится, будто кто-то бродит по замку. Нет, показалось. Кто здесь может быть? Двери надёжные, замки крепкие. А моей дорогой принцессе из темницы не выбраться. Что, тоже не спится? Брось, брось думать о своём Антонио. Он забыл о тебе думать. Никогда я его не забуду. Я не верю вам. Откажись от него. Я тебя выпущу. Зря стараетесь. Не дождётесь. Тогда будешь сидеть в тенице всю жизнь, так и знай. Где же ты, Антонио? Не плачьте, принцесса. Катарина. Только тихо. Тихо. Розина может вернуться. Артелла, как я вам рада. А где же... Я здесь. Антонио. Принцесса. Антонио, как я ждала вас. Ничего не бойся. Недолго Розина мучает тебя. Катарина, надо растопыть ключи. Наверное, они хранятся у входа. Это совсем в другой стороне. Парижа. Мне казалось, что вы меня уже никогда не найдёте. Я нашёл бы вас. Даже если бы на это потребовались годы. Кто это пришёл? Ты зачем пробрался в мой замок? Хочешь остаться живым? Оскажись от неё. Никогда. Никогда не расстанусь с ней. Ох, вот как прекрасно я тебе помогу. Я превращу тебя в колокол. И пусть звук его ранит сердце принцессы всю жизнь. Антонио! Позови, позови своего Антонио. И в ответ услышишь только звук колокола. Закончишь отказаться от него? Скажи мне. Я буду ждать. Прости меня, милый. Я виновата во всём. Тихо, тихо, тихо. Скорей! Скорей, открывай дверь! Тихо. Выходите, принцесса. Вы свободны. Я останусь навсегда с моим Антонио. Надо спешить, принцесса. Что вы говорите? Розина превратила его в колокол. Ах, я разорву её в клочья. Я готова выцарапать ей глаза. Вы не знаете, какая она коварная. Так, Катарина, ну что ж. Пришло время за всё рассчитаться с Розиной. Покажи теперь свою хитрость и ловкость, Катарина. Не будь я морчела. Хозяин, мы выручим вас. Не плачьте, принцесса. Я с вами, друзья. Звонит. Звонит колокол. Поговори, поговори со своим любимым из темницы. Поговори. Глупый Антонио. Так легко расстался со своим кольцом. Невзрачный на вид. А сколько в нём силы. Так и хочется его повернуть. Нет, нет. Надо пожелать. Чего же мне пожелать? Хочу, хочу. Хочу чего-то необыкновенного. Кольцом у неё в руках. Только бы она нас не увидела. Прикиньте. Нет. Пусть оно пока полежит, а я хорошенько подумаю. Чего же мне пожелать? Мороженого. Нет. Это слишком обыкновенно, и от него болит горло. Много-много конфет. Нет. От них портятся зубы. Чего-то хочется. Отчего не знаю. Марчелла, потяни скатерть, я достану кольцо. Хорошо. Скорее, а то она повернётся. Милые мои цветочки, как вам стоится в вазе? Ну, посоветуйте мне что-нибудь, посоветуйте, что мне придумать, что мне пожелать. Ой. Я придумала, что делать. Молодец, Гатарин. Я всегда в тебя верил. Я знаю. Я знаю, что мне придумать. Сейчас я поверну кольцо, заиграет музыка, мои любимые цветы распустятся ещё больше, и чей-то голос скажет. Довольно, Розина. Ну, подожди, подожди, кольцо, я же ещё не всё сказала. Верни кольцо, оно не твоё. Ты откуда взялась? Отдай кольцо. Моё кольцо. Моё кольцо. Моё кольцо. Не отпустите меня. Ой, какой запах, какой запах, мне его не выдержать, я засыпаю. Держите своё кольцо, принцесса, и уж вы-то знаете, как с ним поступить. Я хочу, чтобы со мной снова оказался Антонио, и ничего больше мне не надо. Исчезни навсегда замок зла. Спасибо, друзья. Принцесса, я опять с тобой. Мне помогли Катарина и Марчан. Чего не сделаешь ради прекрасной принцессы. Мы рады служить тем, у кого добрые и верные сердца. Принцесса и Антонио никогда не расставали. И рядом с ними всегда были Катарина и Марчан. Волшебный ворец закрывает И с вами Петрушка прощается.